ну опять же мне это было интересно я к этому стремился я хотел себя проверить вот когда меня спрашивают о мотивации что ты туда пошел то есть я по здоровью мог отмазаться еще и в четырнадцатом году и есть у меня основания чтобы не пойти в армию ну как-то западло было после майдана я майдановец тогда уже я сейчас вспоминаю я словил птср я узнал после майдана что такое птср то есть происходит фактически отравление организма гормонами стресса адреналином кортизолом это бьет соответственно по эндокринной системе по иммунной системе и вот тебе что-то не хватает адреналиновый наркоман я люблю прыжки с парашютом там банджи вот моя стихия в какой круче адреналин чем на войне может быть вот я привожу пример допустим мы подбили там с ребятами в шестнадцатом году бмп я снаряды подносил это наверное самый счастливый день в моей жизни вот ничего с этим невозможно сравнить потом конечно по нам начали ложить но ничего нет круче этого чувства когда по тебе ложится все то что только можно потом у врагов заканчиваются снаряды ты выходишь из блиндажа ночь сверчки звездное донбасское небо ты закуриваешь сигаретку круче кайфа ну я не был его просто нет понимаете поэтому все люди которые рано или поздно война закончится все вернуться домой как бы тяжело сейчас не было но всем этого будет не хватать то есть все мы стали адреналиновый наркоман это будет проблемой вода это будет огромная проблема потому что люди без страха и это будет формировать другие социальные отношения в том числе между обществом и властью то есть это же это задает абсолютно другой фундамент они и люди люди у нас они ну в принципе опасаются власти как бы не то что несмотря на майдан и все стреляя нос люди как-то вот они держатся держаться от власти подальше может быть потому что власть когда-то была там оккупационная там это она была всегда связана с какими-то закрывали до захватчиками вот а здесь ну в этом это мне кажется будет давать абсолютно другую базу для для отношений и это то что власть еще не поняла да да